Вселенная Бластера Вселенная Бластера Эй, Мел Я компьютерный домашний питомец Мы летим к Омеге Омега-мега-мега Ведь это мощный взрыв Омега-мега-мега Вселенная Бластера Мощный-мощный взрыв Бластер во Вселенной Простое копирование Бластер, это так здорово Я всегда хотела побывать в обсерватории твоего папы Знаю, Джесс Можешь мне поверить, это место просто взрыв Привет, пап Что-нибудь интересное сегодня будет? Пока нет, сынок Но ведь ночь только началась Мистер Бластер, я думала, что многие ученые Приняли факт, что в неземной жизни не существует Эх, я просто не могу поверить, что кроме людей во Вселенной больше никого нет Конечно, я понимаю, что некоторые мои коллеги подшучивают подо мной Верные теории никогда не принимались обществом Вспомните хотя бы Коперника или Галилея Да, правда, иногда мне кажется, что эта собачка обладает высоким интеллектом Ну, мы загрузили в него немного информации об астрономии, чтобы порадовать тебя А так он обыкновенный робопес Ну, смотрите Коперник был первым, кто предположил, что Земля вращается вокруг Солнца Галилей подтвердил эту теорию после того, как он сконструировал первый телескоп Верно И обе теории не были приняты обществом Но этот факт не остановил их и не заставил отказаться от своих идей Благодаря чему был сделан огромный шаг в науке Вас так же ничто не остановит Ваши исследования восхитительны Спасибо, Джи Си Ты тоже заинтересована в теории внеземной жизни? Заинтересована? Не просто заинтересована, пап Ты бы удивился, если бы узнал, как много она знает о внеземной жизни Она... Что ты делаешь, Бластер? Хочешь, чтобы папа запретил мне улететь с Омегги? Простите, Джи Си Я всего лишь хотел рассказать отцу, что ты с Омегги Для него это будет таким сюрпризом узнать, что ты с другой планеты Да брось, твой папа так любит свое дело, что рано или поздно он добьется успеха, так что... Очень смешно, Бластер Если ты решил поиграть в зомби, я больше слова не скажу Две луны? Что случилось, сынок? Ты будто пришельца увидел Две луны? Сынок, ты в порядке? Смотри, две луны! Эй, что случилось? Всего секунду назад на небе было две луны? Может, Бластер это было всего лишь скопление газа в атмосфере, которое по форме напоминало луну? Или может тебе лучше думать, прежде чем говорить? Гауп? Гауп! Спасибо, что подсказал, Мелл Пап, давай проверим с помощью телескопа, эта вторая луна должна быть где-то Прости, сынок, но для того, чтобы увидеть луну, нужно настраивать телескоп около трех часов Что бы ты ни увидел, сейчас этого нет Но я уверен, что она была там Я все понял, Джиз На небе всегда две луны Просто вторая обычно спрятана за первой, вот так Именно так? Понятно Это же открытие века, я стану знаменитым Вот это взрыв! У меня тоже есть теория Вторая луна тебе показалась Фу Ненавижу, когда она так делает Видишь, вторая луна снова исчезла Над Коперником и Галилеем тоже смеялись, помнишь? Я не смеюсь над тобой, но они могли доказать свои теории Хм, я тоже могу Быстрее, нам нужен бластолет Бластер! Непока выглядит все как обычно Как обычно, это не то, что я ищу Надо посмотреть поближе Что за... Что это было? Вот теперь у нас проблемы Мы испортили луну Но беспокоиться не о чем Впереди еще одна Прошу прощения за жесткую посадку Все целы Да, в порядке, но я не могу сказать то же самое про того парня Кто это может быть? Не знаю Но он кажется чем-то расстроен Ну вот, теперь придется создавать новый шедевр Что это? Я не знаю, Джесси Но это явно означает, что надо убираться отсюда Ну что, я ведь был прав На небе было две луны Кажется, я заслужил извинений Нас сейчас может уничтожить какой-то странный зеленый луч А ты просишь извинений? Конечно, никогда нельзя упускать шанс Ну ладно, прости Эй, вы Эм, простите Как вам лучше обратиться? Эм, космонавты Я не хочу показаться грубым Но вы нанесли мне колоссальный ущерб Не могли бы вы подняться на борт моего корабля? Ну, конечно, могли бы Добро пожаловать в мою студию Я... Дежа Дежавю Рады знакомствами с Дежавю? Пожалуйста, зовите меня просто Дежа Странно, мне показалось, что я вас так и назвала Интересно У меня нет информационником Дежа Дежавю Ладно, ладно Я лучший и знаменитейший художник во всей вселенной Картирование завершено Картирование завершено Приготовьтесь или созреть шедевр, который войдет в историю Разве не великолепно? Это всего лишь хорошая копия Луны в большом формате Хорошая и большая Ах, вы так добры Хотите, я вам покажу мою галерею? Ну, конечно же, хотите Я думаю, вы уже много раз видели этот шедевр изобразительного искусства Который я назвал Два флавинга играют Конечно, это одно из художественных сокровищ планеты Криптоний Было сокровище, но теперь это всего лишь копия картины мастера Дежавю Прошу, присаживайтесь Я ведь не просто копирую картины Я создаю и другие произведения искусства Шедевры Я даже создал копию водопада Ниагара Вы храните копию водопада Ниагара в ящиках для бумаг? Нет, все гораздо интереснее Куда это я попал? Должен сказать, что копия весьма реалистична Благодарю А теперь прошу, мое лучшее произведение искусства Это же подсолнухи Винсента Ван Гога Почти угадал Это подсолнухи Дежавю, еще один шедевр Но все, что вы нам показали, является копиями В том, что вы создали, совсем нет уникальности Да, это прекрасные копии Разве это плохо? Должен сказать вам, мистер Дежавю Есть большая разница между копированием шелевров и их созданием И Винсент Ван Гог Отличный тому пример Винсент Ван Гог стал величайшим художником Потому что у него был свой взгляд на изобразительное искусство Он создал свою неповторимую технику написания картин И в истории было много подобных известных людей Чарльз Дарвин и его теории революции Мадам Кюри и ее достижения физики и химии И Эрнст Хэмингуэй, его уникальный писатель с гитарой О да, весьма опознавательно Я всегда хотел завести собачку Этот песик мне очень понравился Таких, как я, больше нет Хотя, смею признать, одного меня на всех не хватает Кроме того Он наш? Никаких проблем Я могу его копировать С моей новой портативно-копировальной машиной 3D Скажи, сыр Мое программное обеспечение весьма сложно устроено Это будет отличным экспонатом в моей коллекции Было бы неплохо скопировать еще и вас двоих Пока есть возможность Эй, вы не можете так делать Эй, вы не можете так делать Он копирует тебя Он копирует тебя Ах, они прекрасны, ведь так? Это безумие Это безумие Нет, нет, не стоит так говорить Признайте, что у меня явный талант Бластер, нам нужно на Омегу Надо рассказать моему отцу Да, командир лучше знает, что делать с этим парнем Бластер, нам нужно на Омегу Надо рассказать моему отцу Да, командир лучше знает, что делать с этим парнем Что? Правитель Омеги, любитель искусства? Да, нам нужно обязательно встретиться Я возьму с собой свою луну Без нас ты никуда не отправишься Без нас ты никуда не отправишься Ну что ж, вам лучше знать Выброс Мой папа вышвырнет этого парня Мой папа вышвырнет этого парня Что? Ты копия Бластера? Кто? Ты копия потрясающего Бластера? Да, наверное, это так было Да, конечно так Впечатляет, Бластер Но мне кажется, нам нужно поторопиться на Омегу Да, эта идея тоже была скопирована Нужно торопиться О да, мы близкие друзья О да, мы близкие друзья Что ж, конечно, я всегда рад встрече с друзьями моей дочери Но в данный момент мне нужно встретить делегацию Нет никаких проблем, командир Я уверяю вас, что вы не пропустите свою встречу Скажите, сыр? Что это было? Всего лишь мое устройство, командир Теперь нам нужно идти Что это было? Это невероятно Без шуток, этот инопланетянин лопнул жвачку Эти инопланетяне выглядят странно Отец должен был сообщить им какие-то неприятные новости А они совсем не расстроены Может, это говорит о том, что твой папа – прекрасный дипломат? Пап, слава вселенной! Мы вовремя! Один парень по имени Гожавю создает копии всего, что видит Создает копии всего, что видит Эй, это не мой папа! Ты копия! Эй, ты не мой папа! Ты копия! Только не вы! Только не вы! Фу! Эй, потише там! Бластер, мы должны разобраться в чем тут дело! Мел, охраняй дверь! Ну, я всегда мечтал быть стражевой собакой Разве это не великолепно? Послушайте, мне правда интересно смотреть на ваши шедевры Но у меня много дел и... Подождите, командир Я покажу вам один последний шедевр Гранд Каньон О, какая прелесть! Вы должны еще кое-что увидеть Эй, что за... Это испанские бегобыков Согласно этим документам Копия отца продала арболианцам Нашу третью луну За колоду бейсбольных карт Ну вот почему они были такими веселыми и жевали жвачку Пошли, мальчики, нужно найти отца Конечно, Джесси Но кто же будет следить за копиями? Стража, арестовать их! Стража, арестовать их! Что за вздор? Взять их! Что за вздор? Взять их! Слушаю, командир, арестовать Некоторые машины совсем бездушны Пора убираться отсюда Точно Отдохни немного Эй, вам кажется, сегодня не очень везет За собачкой так просто не угонишься Отлично! Смотри, корабль Дежавю Что-то мне подсказывает, что именно там мы найдем папу Похоже, командир чем-то очень достроен Давай, Дежавю, впусти нас! О нет, только не эта гигантская соломинка Ну, Дежавю, где мой отец? Я здесь, дорогая Пап, ты в порядке? Ты выглядишь очень уставшим Так и есть, я устал Твой друг показал мне свои произведения искусства Да-да, так много копий и так мало времени Он вообще-то не наш друг, он... Ну, это долгая история Как ты сказала? Моя копия продала нашу Луну арбалеанцам всего лишь за колоду бейсбольных карт? И он угостил их жвачкой О нет Что такое, пап? У меня сейчас должна быть встреча с делегацией артогенианцев Это самые религиозные создания во всей вселенной И они очень расстроятся, если я их не встречу с приветственным подарком И дело даже не в подарке, они будут в ярости, если не увидят меня А вместо меня там эта пустоголовая копия Но вы же еще не видели мою копию Эйфелевой башни Ах, это потрясающий вид на Париж с высоты птичьего полета Командир, кажется, кто-то из ваших питомцев сбежал О, это не питомец Бластер, это посол артогенианцев Правда? Они такие маленькие Не говори так, они весьма суровые существа и больно кусаются Что она говорит? Приготовьтесь к битве? Похоже, моя пустоголовая копия сделала свое гадкое дело Так, пора брать ситуацию в свои руки Стража! Папа, нет! Арестуйте этих негодяев! Арестуйте этих негодяев! Нет, нет, нет! Арестуйте этих негодяев! Ну вот опять! Ну вот опять! Да, на этот раз было проще Я должен поговорить с правителем артогенианцев, пока не поздно Я с тобой, папа Я с тобой, папа Скорее, Мелл, нужно попасть на корабль дежавю Пора наказать этого повторюшку Они нацеливают свои пушки на нас Их огневой мощи хватит на то, чтобы уничтожить Омегу Все дежавю, теперь ты исправишь то, что натворил Ты пойдешь к артогенианцам и скажешь им все как есть Я не могу поверить, что мои прекрасные копии доставили кому-то столько проблем Мы пытались объяснить тебе, суть дела тяжелее, но ты был очень занят созданием копий Скорее, надо поспешить! Скорее, надо поспешить Создать столько копий меня – плохая идея Что я буду с ними всеми делать? Могу предложить, чтобы они помогли нам сделать подарок для артогенианцев Подарок? Какая замечательная идея, что-нибудь придумали? Вот и, понимаете, вы на самом деле не со мной встречались Нет, 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 это была моя копия И... подождите секунду, думаю, у меня есть кое-что, что могло бы их заинтересовать Что ты задумал? Я хочу подарить им луну Мы уже продали одну луну за бейсбольные карточки Не такую луну А вот такую Мои дорогие артогенианцы Я рад преподнести вам небольшой, хотя нет, большой презент В честь вашего дружественного визита И... Подарок для ортогенианцев – отличная охотка дежавю Это меньшее, что я мог сделать Ну, кроме того, мне больше не нужны мои копии И я теперь понял, как стать оригинальным в своем искусстве Это намного сложнее, но согласитесь, это приятно И поэтому... Вуаля! Это первый шедевр дежавю для всех вас Красиво, да? Эй, бластер, смотри на этом портрете, я деймл Дежавю, это чудесно! И портрет не разговаривает И портрет не разговаривает Так, давайте, ребята Бластер крутой! Так, давайте, ребята Бластер крутой Эй, где ваш энтузиазм? Эй, где ваш энтузиазм? В этом нелегко быть энтузиастом Эй, где ваш энтузиазм?